Многие из нас в детстве мечтали найти в собственном доме дверцу ведущие в иные миры. Разумеется, не всем так везет, но именно это однажды произошло с жителем Турции, который в один прекрасный день, в 1963 году, ударил ногой по подвальной стене собственного дома и попал в 18-этажный подземный город Деринкую, рассчитанный когда-то на 20 тысяч жителей. Деринкую, где когда-то жили 20 тысяч человек, один из самых больших подземных городов мира, расположенных в турецком регионе Кападория. Деринкую – один из более чем 200 подземных городов в этих краях, состоящий из пещер, выкопанных в вулканических скалах. С некоторыми из этих поселений Деринкую связан с системой туннелей, тянущихся на многие километры. Деринкую выделяется на их фоне как глубиной залегания, более 100 метров, так и предполагаемой организацией жизни. Для того, чтобы устроить жизнь 20 тысяч человек под землей, нужно было очень постараться. Считается, что подземный город Деринкую изначально был создан европейским народом. После того, как во времена римского владычества население города стало христианским, среди подземных строений стали появляться церкви и часовня. Историки считают, что христиане скрывались в Деринкую от преследователей римлян. Однако расцвет города относился к византийскому периоду. С 780 года по 1180 год н.э. в ходе арабско-византийских вон Деринкую стал местом, где скрывались арабы-мусульмане. Именно в этот период в городе появились подземные туннели, связавшие его с другими подземными поселениями. Другая теория относит создание Деринкую к более ранним временам, к эпохе анатолийских хетов. Это примерно VI век до н.э. В то время местные поселенцы использовали удаленные скалы для того, чтобы скрываться от торгавшихся в их краях в раздущих орд. Очень интересной была организация жизни в подземном городе. Конечно, он не был идеальным поселением для клаустрофобов, но местные муниципальные власти делали все, чтобы сделать жизнь по возможности комфортной и безопасной. Глубокие стометровые шахты обеспечивали вентиляцию, а тяжелые круглые каменные двери весили до полутонна. Когда они закрывались, ни один враг не мог попасть в подземный город. Помимо церквей, в городе были отдельные помещения для домашнего скота и много колодцев для обеспечения жителей питьевой водой. Общие помещения – хлева, винные погреба, прессы для масла – все это было устроено под землей точно так же, как и наверху. Отходы жизнедеятельности складировались в специальных глиняных горшках и при наличии возможности поднимались на поверхность. Деринкую был открыт для публичного обозрения в 1965 году и с тех пор стал одной из главных достопримечательностей Каппадокия. На сегодняшний день для туристов открыты 8 из 18 подземных этажей самого глубокого подземного города в мире. Деринкую открывает удивительную возможность познакомиться с организацией жизни и быта древних жителей здешних мест, уходивших под землю, чтобы скрываться от врагов, и показывает скорбь беспечные возможности человека приспосабливаться к имеющимся обстоятельствам. Субтитры создавал DimaTorzok